Утром 23 февраля на площадь Славы вышли полторы тысячи самарцев. Они несли цветы к вечному огню в память о тех, кто положил свою жизнь в Великую Отечественную войну, афганскую и чеченскую. Горельеф у скорбящей матери в одной колонии шли ветераны, первые лица области и города, представители духовенства, общественных организаций. Закончилась церемония минуты молчания. Вечная слава героям, погибшим защитникам Отечества. Вы знаете, в этот день я всегда вспоминаю Великую Отечественную войну и тех товарищей, с которыми я воевал. Мы стремились попасть первыми в бой, хотя мы знали, что каждую секунду мы можем потерять жизнь. Этот день особенный и для ветерана Афгана и Чечни Александра Ярославцева. Он командовал легендарным 81-м мотострелковым полком, что в составе группировки «Север» участвовал в штурме Грозного. А 31 декабря 1994-го попал в окружение при выполнении боевой задачи. Тогда был ранен и сам командир Александр Ярославцев, после награжден орденом мужества. Я иногда сравниваю на вокзале боевые действия, которые у нас происходили в Грозном, это с Брестской крепостью. Почему? Потому что они оказались у меня окруженными со всех сторон на вокзале. И там они со 131-й Малькопской бригадой, мой батальон первый и Малькопская бригада один батальон, они сутки держались и дрались в полном окружении. С Днем Защитника Отечества военного лично поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова. Хотим поблагодарить вас и вручить награду городскую за ту работу, которую вы проводите в городе. И по увековечиванию памяти своих коллег, и по воспитанию молодежи. Спасибо вам большое. Теперь рядом с боевыми наградами почетное место на Кителе займет и этот нагрудный знак за заслуги уже в мирное время. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.